Здравствуйте, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по проекту Grand RP. Очень надеюсь, что это будет завершающая серия этого обзора. В прошлых же сериях мы посмотрели на ряд интересных и уникальных решений, связанных с рабочими занятиями и вообще гражданским развитием на этом проекте. Также затронули экономику, которая вплотную соприкасается с этими уникальными рабочими занятиями, ну и индивидуальным предпринимательством, которое тоже развито на этом проекте. И вот настало время, когда надо коснуться более банальных профессий, но тем не менее не лишенных своей какой-то индивидуальности. На этом проекте вообще каждая профессия, она как-то выделяется на массе того, что мы можем увидеть на других схожих проектах. Как всегда мы видим разъяснительное меню, очень красиво оформленное. И, в общем-то, устраиваемся на эту работу и идем берем себе автобус. Есть претензии по самим автобусам, потому что они как-то вот разбросаны просто, они очень неудачно, я бы так сказал, не мешало бы тут немножко навести порядок. Дальше нас встречает еще одно меню. Мы берем автобус в аренду и здесь нам предлагается выбрать один из четырех маршрутов. Здесь тоже надо подходить с головой, потому что, чтобы прокачать первый уровень водителя автобуса, вам нужно проехать 30 с чем-то кругов. Поэтому не надо сразу же хватать большой. Видите, можно взять маленький круг и прокачать себе первый уровень, гоняя по малому кругу, то есть по маршруту по городу. Дальше можно выбрать уже и большой круг. Естественно, за большой круг платится больше, за маленький меньше, но прокачка идет по маленькому кругу, естественно, быстрее. Вот таким вот образом здесь решен вопрос по прокачке уровня. Если хотите прокачать быстро, берете маленький круг. Если же вы хотите не прокачать, а заработать, берете большой круг. Таким образом, у вас опять есть выбор. Вы можете ставить ударение на прокачку, либо вы можете ставить ударение на заработок. Это все уже зависит от вашего решения. Ну, а далее сама работа, конечно же, достаточно банальная. Это езда по точкам, останавливаемся на остановках, загорается следующий триггер, тогда может продолжать движение. Но иногда, вот как сейчас, триггер немножко, видите, не в том месте загорается. В общем, останавливаться надо перед остановкой, тогда будет все замечательно. Ну и все, продолжаем движение по маршруту. В общем-то, дальше все идет банально, и я думаю, уже объяснять что-то здесь нет смысла. Приезжаем на конечную точку, получаем зарплату. Все, вся работа. Ну, а поэтому не вижу смысла здесь долго задерживаться. Переходим на следующую работу. А вот следующая работа, это уже гораздо интереснее. И если вы не смотрели первую и вторую серию этого обзора, советую вам посмотреть. Там я как раз раскрывал тему заработков индивидуального предпринимательства и экономики этого проекта. Так вот, эта работа состоит как раз тесно с этой всей экономикой, с заработками, с прокачиванием и альтернативой частному предпринимательству. Во второй серии этого обзора я как раз раскрыл тему частного предпринимательства и работы на себя. То, что от вас не требует никаких уровней, прокачивания и тому подобное. Но вы не всегда сможете зарабатывать больше, чем на предоставленных здесь профессиях. Здесь есть баланс. И вот одна из таких балансных работ, это работа фермера. Ну и давайте уже о ней поговорим более подробно. Здесь так же, как и на работе лесопильщика, тоже есть контракты, которыми надо не пренебрегать. Это очень интересный и важный момент. Контракт нужен, чувак. Контракт. Вот таким вот образом я беру контракт. Ну, более подробно о контрактах и системе буста на этих работах я рассказывал в первой серии. Так что, если интересно, посмотрите. Далее бежим, наполняем лейку водой и отправляемся непосредственно уже на точку работы. Выглядит это вот таким вот образом. С бустом я получаю на где-то 40% больше, чем назначена здесь зарплата. То есть, в этом случае зарплата за каждую точку идет 8 долларов. С бустом она идет 12 долларов. Но и это еще не все. По мере того, как вы будете прокачивать первый уровень с первого на второй, вам по ходу поливания этих кустов будут выпадать некие семена. Семена трех видов. Ну, в общем-то, этой разницы никакой не имеет. Эти семена нужны для работников третьего уровня. И вам они пока будут не нужны. Пока вы не дойдете до фермера третьего уровня. Поэтому вы их просто собираете. Собираете и здесь же, на этой же точке, бегают те, кому эти семена крайне необходимы. А необходимы они, как я уже сказал, работникам третьего уровня. Они уже переходят на другую степень. Они уже там занимаются коровником и какими-то другими вещами, которыми я уже, к сожалению, не прокачаюсь. И вам это подробно уже не расскажу. Но, тем не менее, эти семена, они вам выпадают. Они выпадают редко, но мне удалось собрать 15 штук. 15 штук это достаточно много. Каждая семечка стоит 800 долларов. И их с радостью здесь же прямо бегают люди и скупают. Поэтому это еще одна степень заработка. Я, наверное, скажу даже больше. Вот эта самая степень заработка с помощью поиска этих, ну даже не поиска, а выпадения этих семян, она с лихвой перекрывает основной заработок, который вы получаете за каждую точку. Даже имея буст. То есть, если вы приняли контракт и уже работаете с бустом, даже этот буст она с лихвой перекрывает. Мне я в конце покажу, сколько удалось заработать денег на этой точке. И это все исключительно благодаря вот этим вот семечкам, которые здесь с радостью скупают. И они вам попадают. Но, надо сказать, что потратишь время на это, ну достаточно много. Потому что сама из себя работа, ну вы видите, что она из себя представляет. Работа, конечно же, очень нудная. Вы переходите от точки к точке, в общем-то. Но здесь опять есть палка о двух концах. Да, я уже показывал своих обзоров, где разработчики заставляют вас на каждой точке печатать какую-нибудь там комбинацию букв, или еще какой-то хренью заниматься. Здесь же, в принципе, от вас ничего не требуется. Просто зажимаете клавишу W, и персонаж идет у вас ровно от точки до точки. Взаимодействие на точке происходит автоматически. То есть, он срабатывает триггер, и он пошел вот эта анимация поливания. От вас, в принципе, требуется только держать кнопку W. С одной стороны, это упрощает. Но, с другой стороны, например, со мной это сыграло злую шутку. Я, нажимая вот так вот W, чтобы персонаж передвигался от точки к точке, случайно уснул. Ну, потому что экшена-то никакого. И я реально... Ну, я пришел уставший, сел поснимать ролик. Поэтому вот эта работа меня уморила. Я реально уснул. Ну, и не то, чтобы я уж прямо храпака дал, но просто на какое-то мгновение уснул, а очнулся, мой персонаж стоит уперший в забор. Ну, потому что действительно работа достаточно скучная. Ну, и надо сказать, что я и не видел еще на проектах GTA V, чтобы было что-то более-менее увлекательное. Некоторые разработчики пытаются внести какое-то изменение и разнообразие в эти рабочие моменты, но, как показывает практика, это только ухудшает само рабочее занятие. Ну, а мне же все-таки удалось прокачать второй уровень, и, как вы можете заметить, у меня изменилась форма. Теперь она выглядит вот так вот, и какая-то сверху у меня ковбойская шляпа надета. Ну, и все. Для меня теперь открывается второй уровень, а это уровень тракториста, который тоже выполнен очень интересно. Ну, и вот количество зерен, которые мне удалось собрать за то время, которое я качал один из уровней. Ну, и в целом, посмотрите, как выполнено меню, да, все очень красиво, интуитивно. Ну, опять есть небольшая доля замечаний. Это, ну, вот, очень мелкий шрифт. Да и, в общем-то, бог с ним, со шрифтом, передвигаемся дальше, и дальше у нас открывается профессия трактораста. Арендуем трактор и в путь. Вся работа предстоит вам следующего характера. Это поле и на нем метки. Ездим по меткам и что-то делаем. На самом деле, я даже не особо понял, что мы делаем. Сама работа трактораста мне не очень понравилась, потому что выглядит она как-то не очень антуражно. Помимо того, что метки поставлены как-то слишком близко, приходится сделать несколько разворотов, да еще и когда много тракторов на одном поле, начинается такая суета какая-то, не похожая никаким образом на фермерские работы. Ну, в общем-то, здесь заработки побольше. И, ну, прокачиваться можно, в принципе, быстро достаточно. Ну, вот, как вы видите, ну, не нравится она мне визуально, потому что, ну, действительно, на поле происходит какой-то тракторный бардак. Это нас еще было сейчас трое, а когда вот я играл, тут было шесть человек на одном поле. Ну, очень некрасиво это выглядело. Я бы, на самом деле, раздвинул бы эти поля куда-нибудь вообще в сторону. Ну, время от времени вам надо подъезжать вот на такую точку и чинить свой трактор, потому что, как бы, по условиям игры он повреждается. Тут написано, идет шкала вашего повреждения трактора. Как только она идет к нулю, вам надо вернуться и починить свой трактор. В общем-то, и все. Опять возвращаемся на поле и там начинаем эту же суету. Долго меня не хватило на этой профессии, поэтому я уволился и пошел продавать семечки. Че, я раскупаю семена. Есть семена? Да. Спасибо. А, будешь? Куплю по 800. Давай 820. 815. Ну, все по рукам. Сколько у тебя? Сейчас, сейчас. Окей. Давай все берут мне без разницы, какие. Я, да, для коров или без разницы, какие есть. 16 штук у меня. Да все забирают. Так, вон, 13 тысяч заработал за... Ну, и вот, друзья, как я и говорил, экономика здесь очень интересная и плавающая. Таким образом, я умудрился здесь, на этой точке, прокачав один уровень, заработать именно на работе 7 тысяч и на продаже семян свыше 13. Общее количество денег у меня получилось 20 тысяч. Что, в общем-то, составляет конкуренцию частному предпринимательству. Но и тут все непросто, потому что и частное предпринимательство тоже приносит неплохой доход. В общем-то, как итог, подведенный на этих работах, которые я показал первое, второе и вот в этой серии, вам всегда приходится думать и размышлять, что вы хотите. Что-то прокачать, заработать, заниматься своей деятельностью какой-то частной или работать на предоставленных работах. Все в ваших руках. Разнообразие здесь, на этом проекте, меня, конечно же, поразило. Все, что представлено на этом проекте, я не смогу вам показать чисто физически. Действительно, рабочих занятий огромнейшее количество. И все они интересны своими какими-то интересными, уникальными решениями. Есть профессии, которые откроются вам, вот как, например, вот это, только на 10 уровне. Да, ждать очень долго. Но это того стоит, потому что очень прибыльная и интересная работа. Есть еще одна интересная работа, которую я хотел вам показать. Но, к сожалению, есть ограничения по количеству арендованных машин. Данная точка является общепитом. И здесь можно продавать еду игрокам. Но количество машин, к сожалению, ограничено. Ну, и это понятно. Если бы их будет много, то тогда будет большая конкуренция и не будет выгодно этим заниматься. Но выглядит это следующим образом. Вы берете машину в аренду, выдвигаетесь на какую-то точку и стоите и торгуете продуктами. Продукты здесь нужны, наверное, для того, чтобы пополнять здоровье. Потому что жажды и голода на этом проекте, слава тебе, Господи, нету. Потому что уже надоело это постоянный поиск еды и воды. Ну, и, наверное, надо уже закругляться и подводить какой-то итог того, что мы увидели в первой, второй и третьей части этого обзора. Если говорить вкратце, то проект хороший. Проект мне понравился и многое я просто даже не ожидал увидеть на подобной сборке. Ну, и первое, что мне бы хотелось отметить, это, конечно же, комьюнити этого проекта. Действительно, я удивлен тем, что я увидел. И, может быть, кому-то мое удивление будет непонятным, но я, путешествую по проектам GTA V, увидел очень много негатива со стороны игроков. Здесь же, с кем я не повстречался, а это было большое количество людей, все оказались отзывчивыми, доброжелательными и адекватными людьми. И в предыдущих сериях я, как мог, показал вам это. Но со мной случился еще один забавный случай. Как вы видите, в глухом месте меня сбил человек. И я думал, сейчас уедет и уедет. Но он остановился, вернулся и поднял меня. Хотя в своих видео я неоднократно показывал, как мне не давали доставить пиццу, сбивали по нескольку раз за полчаса, убивали в зеленой зоне, убивали при рабочем занятии. Здесь же прямая противоположность тому, к чему я привык. Поэтому, конечно же, первым делом хочется отметить, что здесь очень много положительных игроков. Ну, а если говорить в целом, то проект мне очень понравился. Да, здесь очень много интересных своих уникальных решений. А главное, что здесь есть гражданское развитие, которое я очень долгое время искал. Если вы не хотите служить в армии, в полиции или быть медиком, то у вас есть чем заниматься на этом проекте. Есть частное предпринимательство, есть интересные уникальные работы, есть карьерный рост. Да еще и всему этому придает интересам мягкая, но гибкая экономика этого проекта, которая тоже меня в какой-то части удивила. Но, к великому сожалению, даже в трех частях я не могу вам показать все то, что здесь есть еще интересного и представленного. Я показал процентов 10-15 того, что действительно есть на этом проекте. Если вы вступите в семью или в организацию, то перед вами открываются вообще совершенно новые горизонты. Так, для семей здесь есть свои бизнесы, свои рабочие направления, свои занятия. Для группировок это совсем другое направление. Там тоже открываются перед вами другие горизонты. В общем, здесь еще много-много чего, что я, к сожалению, не смогу вам показать. Но у вас есть возможность зайти и почувствовать это на своей шкуре. Потрогать это своими руками. Поучаствовать в жизни этого проекта. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok